The Punisher No Mercy, Polo Quares, StarCraft 2, Gran Turismo 5, FIFA 10, а также аппетитная Megan Fox дерется с геймерами. И что лучше, тёлки или сокровища? Это и многое другое прямо сейчас в виртуалите. Привет, меня зовут Макс Васильев, и это Виртуалити. В ближайшие полчаса вас ждёт только самое новое и интересная информация из мира видеоигр и компьютерных развлечений. Президент России появится в эротической игре. Путина Елена Владимировна станет главной героиней проекта «Моя девушка президент». Вот она, беленькая. А вот её коллега, руженькая. Это президент Обама. Других подробностей от японских разработчиков нет. Но если учесть, что игра эротическая, значит, все голые. О других необычных новостях далее. Очень аппетитная и сексуальная звезда фильма «Трансформер» и «Мэгген Фокс» оказалась большой фанаткой игры Mortal Kombat. В одном интервью её пухлые губки выдали следующее. Эта игра очень хорошо сочетается с ходом моих мыслей. Ход мыслей, при котором мой мозг выдаёт яркие и позитивные идеи, сочетаются с тем, как работает игра. Я не понял, что на этом хотела сказать, но это не главное. Главное, что «Мэгген» с лёгкостью расправляется с Абзирой, Шулканом и прочими гадами смертельной битвы. Особенно хорошо ей удается фаталить и бабалить. В общем, если хотите положить прекрасную распрекрасную «Мэгген» на лопатки, вам придётся тренироваться. Хотя, если бы она меня отделала, я бы не возражал. Музыканты против Guitar Hero. Джимми Пейдж, гитариста знаменитой группы Led Zeppelin, всячески отругал различные виртуальные игрища, вроде Guitar Hero или Rock Band. Дескать, ну к чему хорошему, такие поделки не учат. И у меня частая депрессия от того, что многие люди считают иначе. Сказал Пейдж в эти услышания. Ему вторил Джек Уайт, музыкант группы White Stripes, которому, однако, это совершенно не помешало отдать свой трек Blue Rocket в игру Guitar Hero 5. Видимо, Пабло всё-таки победило зло. Вот такие они непостоянные, эти музыканты-рок. Мы рождены, чтобы сказку сделать пылью, решили инженеры компании Citroen и создали автомобиль GT Concept точь-в-точь, как в игре Grand Tourism 5 Prolog. Настоящий болид колесит по гоночным трассам и лондонским улочкам, так что и не отличишь от виртуального. Боссы Citroen даже собираются выпустить небольшую серию этих концепт-каров, видимо, специально для поклонников игры. Фанатам-автолюбителям следует помнить, в реальности повреждения при аварии куда опаснее, чем в игре. К тому же на трассе не будет электронного помощника. Зато прекрасная обратная связь. Хех, покатаемся! Даже не знаю, кому больше повезло, фанатам Grand Tourism или FIFA. Для одних концепт-кар, для других 50 новых фич. Ну да, наверное, машина поинтереснее. Но для русских любителей футбола и правда сделали отличный подарок. Смотрим сюжет и потихоньку открываем рот. То, о чем так долго говорили, в FIFA-бике и свершилось. Новая часть легендального футбольного стимулятора FIFA 10 выходит осенью нынешнего года, и в ней появятся российские команды. Для электроникарцев узких поклонников FIFA, да и для всего российского футбола это огромное событие. Недаром презентация футбосима прошла в Лужниках, на домашнем стадионе сборной России по футболу. Для журналистов была организована экскурсия по 80-тысячному красавцу, включенному у FIFA в тройку лучших стадионов мира. Потом началась официальная часть, и на ней присутствовали представители премьер-лиги и Российского футбольного союза. И даже известный спортивный комментатор Василий Соловьев, участвовавший в озвучке игры. Вратарь должен был спасти ворота, и я кричу, и вратарь спасает ворота, он держит мяч. Я думаю, как что, как что, он его держит, этот мяч, держит мяч, как кусок, сука, пластилина. И мы лежали после минут 5, просто угорали с этим вратарем, с этим пластилином. Ну, вот такая вот есть фраза. У журналистов руки чесались, так им хотелось опробовать десятую FIFA, которая, по утверждению электроников, должна изменить представление о серии. Да, мы полностью переделали игру, мы прислушались к пожеланиям геймеров, а игроков и их пожелания была уйма. Прикиньте, по сети только в этом году было сыграно 275 миллионов матчей. В итоге в десятую часть было добавлено более 50 различных новшеств. Ну, на словах, конечно, все превосходно. Есть одна мелочь. Как бы, ну, сказать-то. А, ну... Не ждите Российскую Лигу на приставках новейшего поколения. Да-да-да. Сыграть за Рубин или Зенит можно будет только на PC, PS2 и PSP. Обладатели бокса и третьей соньки промучаются до следующего года. Хотя зачем мучиться? Лучше уже осенью начать тренировки на буржуйских полях, чтобы в 2010-м по главе Спартака или ЦСКА порвать всем жопнултые футболки. Оле-оле, Россия! Вперед! Раз уж мы затронули тему спорта. Боксер, майк, любитель ушей Тайсон в большом восторге от видеоигр. Особенно тех, где нужно участвовать в эпических сражениях. Например, говорит Тайсон, от Ninja Blade и Fight Night Round 4. Так это ж не эпические игры. Да! Но ты попробуй ему докажи обратное. Ну да. Для тебя, Майк! И для вас, конечно, рассказ о еще одной эпической игре. Затерянный город Шангрилани сметные сокровища толкуть головорезов очаровать. Найдевушка и наш старый знакомый Найтан Дрейк. Вот что ожидает в самом увлекательном приключении нынешнего года Uncharted 2 Among Thieves. Недаром на прошедшей компьютерной выставке E3 игру назвали лучшей в жанре. Она просто взорвет ваш мозг. Uncharted 2 Among Thieves — это новый хит от компании Naughty Dog для PlayStation 3. Мы работали над ним два года, и наконец-то вы увидите продолжение приключений Нейдана Дрейка. На этот раз он идет по следам Марка Пола и запрятанных сокровищ. История начинается с того, что Дрейк собирается во всем разобраться и найти путь в Шангрилу. По пути, конечно, прибрать те самые несметные богатства. В поиске сокровищ Дрейку помогут красавицы Клоэ, журналистка Елена, естественно, тоже красавица, и Салли, приятель Нейтана. Хотя не все герои станут помощниками. Встретятся и мерзкие типы. Главным врагом выступает некий Лазаревич, а ранее в серии он не встречался. Это жуткий урод. Все думали, что он погиб от бомбы, а он выжил и стал еще уродливее. Конечно, он тоже ищет это сокровище, только по другим причинам. В результате этого столкновения окажется, что он хочет попасть в Шангрилу по своим личным злодейским мотивам. Но не это самое интересное. Гораздо круче выглядят перестрелки с врагами, когда Нейтан прячется от боевого вертолета в здании, которое разваливается на глаза. Впечатление, как от просмотра самого настоящего голливудского фильма, где вы играете главную роль. Ну а потом сможете погонять с друзьями в режимах 5 на 5, Укради сокровища и обычных десматчей. И это еще далеко не все возможности многопользовательского режима. В общем, этой осенью мы отправимся в одно из самых захватывающих виртуальных приключений. Далее в виртуалити. StarCraft 2 разочаровал. Игрушечные солдатики за миллионы. Это в виртуалити. Мы продолжаем знакомить вас с новым и необычным из мира компьютерных развлечений. Сколько времени вы проводите за компьютером? Можете не отвечать. Статистика показывает, что не больше двух часов в день. А есть люди, которые проводят за играми по 8 часов. Если вы, как и я, думали, что киберспорт мертв, вы ошибались. Со мной на связи киберспортивный комментатор Лисориус, который расскажет нам о самых заметных новостях. Физкульт-привет! Физкульт-привет, Макс. И давай сразу разберемся в понятиях. Если обычные геймеры за компьютерами отдыхают, то прогеймеры или по-другому киберспортсмены работают. Тренировки от зари до зари, поездки на чемпионаты, триумфы и дисконекты. Это и есть электронный спорт. Впереди его главные новости. В Москве в игровом центре FUGAME определился клубный чемпион России. Выявлением сильнейших много лет занимается организация с витьеватым названием Национальная профессиональная киберспортивная лига. Прошедший сезон для НПКЛ уже четвертый. 10 укомплектованных прогоделами команд били за чемпионство с ноября прошлого года. Марафон выдержали самые натренированные и алчные. Ведь наканул 1 миллион рублей призовых. И вот он финал плей-офф, который свел мышка к мышке московские дружины Форс и Пинчо. По итогам баталии в четырех проверенных временем дисциплинах StarCraft, FIFA, Counter-Strike 1.6 и Source комплект золотых медалей повис на шеях спортсменов Форс. Серебро у Пинча, почетную бронзу отхватывает еще один столичный клуб Rush 3D. Словом, все как на настоящей Олимпиаде. Эту игру ждут буквально все, а для профессиональных геймеров она и вовсе что-то вроде миссии. StarCraft 2 вот-вот появится на компьютерах тех счастливчиков, кого компания-разработчик Blizzard Entertainment назначила официальными бета-тестерами. В преддверии начала открытого бета-теста стратегии о вечной борьбе зергов, тиран и протосов Blizzard открывает последние карты геймплея. Представленный журналистам ролик выглядит вкусно. К тому же в нем угадываются черты стратегии первого StarCraft. Точечные удары бронированных протосов, психологические атаки плодящихся, как саранча зергов и прочие радости. Игроки со стажем с улыбкой отмечают, что защитные башни Роя, знаменитые Санкины, теперь втыкаются в супостатов не снизу, а сверху. Впрочем, есть и неприятные известия. Согласно заявлению вице-президента компании Роба Барда, игры через прямое соединение компьютеров в StarCraft 2 не будет. Только онлайн-служба Battle.net. Что же прикажете делать тем, кто сражается тет-а-тет в клубах и локальных сетях? Ведь известно, что процент дисконнектов при игре через интернет намного выше. Рассерженные стратеги уже настрочили в Blizzard петицию с призовым вернуть им. Локальное счастье. Что будет, если собрать под одной крышей игровые автоматы разных лет, сделать времяпрепровождение за ними бесплатным и позвать представителей Книги рекордов Гиннесса? Правильно, настоящий фестиваль киберспорта. Стартовавшая в английском Нордхэмптоне выставка Insert Coin 2009 — это блестящая приманка для всех любителей стационарных игровых устройств. Шум, гам, толкучка — всё в комплекте. Только лазить в карман за мелкой монетой, вопреки названию ивента, не нужно. Платить только на входе. Более того, деньги за билет можно и вернуть. По некоторым играм проводятся турниры. За кибератлетами, достигшими совершенства, к примеру, Super Street Fighter 2, следят не только поклонники, но и функционеры Книги рекордов Гиннесса. Их задача — фиксировать виртуальные триумфы. Геймеры и их про-коллеги очередями тянутся к любимым автоматам. Так что за судьбу Insert Coin 2010 волноваться не стоит. Через год вся эта чехарда повторится вновь. Ну, о чём хотели, рассказали. На дворе кризис. Но пока жив мультиплеер, жив и киберспорт. Увидимся. Пока, Лисориус. И всё-таки странно у этих киберспортсменов имена. Ну да ладно. От профессионалов переходим к любителям. Солдатиков, фильмов и игр. В начале августа нас ждёт премьера кинофильма «Бросок Кобры». И сразу после появится игранизация. Ну, куда ж без неё. Командер Шепард, Альтаир, Сэм Фишер, Маркус Пенник. Вы думаете, это крутые парни? Чушь! Вот настоящие герои. И нечего пальцем у виска крутить. Объясняем для тех, кто в танке. С 1964 года солдатики Джей Ай Джо стали кумирами миллионов мальчишек по всему миру. Для многих пацанов получить такую игрушку в подарок было и остаётся заветным желанием. Ну, а на чём, как ни на чувствах, можно зарабатывать денежки? Кинокомпания Paramount Pictures подсуетилась и к 6 августа в 45-летней годовщине «Бравых солдатиков» выпускает на экраны супер-мега-блокбастер «Бросок Кобры». Ну и, конечно, куда без игродилов. Эти ребята в каждой бочке затычка. Они, не будь дурагами, тоже решили отъесть свою часть пирога. И распрубили о выходе одноимённого боевика. Причём на всех консолях сразу. PC, как всегда, нервно курит в стране. В игре продолжение событий фильма вы увидите то, что не увидели в кинотеатре. Задача, ну, как всегда, нашинковать в капусту как можно больше врагов. Ураганный, как обещают сноптики из Electronic Arts Action, закинет геймеров сперва в Арктику, потом в пустыню, потом погонит по всему миру. От Москвы до Парижа, от Вашингтона до Австралии. Это такая аркада, классический шутер, причём основанный на кооперативе. Конечно, я имею в виду не те кооперативы, что были у вас в Советском Союзе в перестройку. Я имею в виду, что лучше всего играть вдвоём в команде. Выстрелы, взрывы, невероятные прыжки не видны. Ну, по крайней мере, видимо, нашим дедушкам красоты игрового мира. И только так можно и завлечь современных мальчишек, которых обычными пластмассовыми солдатиками уже не удивишь. Джай и Джо теперь совсем другие. Неумные, стремительные, брыжущие адреналином. Такими мы их и увидим. 6 августа в фильме и игре. Йоу, Джоу! Далее в виртуалити. The Punisher No Mercy. Call of Juarez. А также Counter-Strike должен умереть. Это виртуалити, мы вернулись. Сколько вы готовы потратить на игру? Что? Не слышу. Кто сказал 17 с половиной тысяч долларов? Именно за эти деньги Джей Джей Хендрикс купил на аукционе позолоченный картридж для приставки NES, в России больше известный как Dendy. Лучше бы он эти деньги отдал на благотворительность. Мне. Зато таких картриджей всего 26 в мире. То есть на земле есть еще 25 идиотов, которые потратили по 17 кусков. Получается, что так. Если вам все-таки больше нравится играть, а не коллекционировать, смотрим новости. Каратель вышел на охоту. В этот раз злобный дядька охотится в угодьях PlayStation 3, где совсем недавно появился шутер The Punisher No Mercy. И действительно, девиз карателя — «Никакой пощады». Он стреляет, подрывает, бьет и режет всех, кто попался под руку. Особенно радуют разлетающиеся тела противникам. Так что если надо кого-нибудь покарать, смело запускайте игру. Вот так, и так, и вот так. И вот так вот. Конец. Крути педали, пока не дали, не дали. Добро пожаловать на самую популярную велогонку в мире, точнее, в ее игровое воплощение ProCycling Manager 2009. Здесь нам надо ехать, ехать и снова ехать. В жару, непогоду, в горку и по пересеченной местности, из пункта А в пункт Б, потом в С и далее Полтавит. Ехать мимо машин, домов, людей. Не забывать, конечно, обгонять соперников. Крутить и крутить педали, чтобы, проехав 3,5 тысячи километров, свалиться с велосипеда на финише, потереться щекой об асфальт и выдохнуть желанное. Ух. Если ваша мечта поучаствовать в гоночном чемпионате, и не на какой-нибудь разбитой шестерке, а на красавице Феррари, тогда Суперкар Челлендж для вас. Здесь ревут моторы Пугатя, Вайрон, Астон Мартин, Макларен F1 и, конечно, королевы дорог Феррари Энсо. И хотя странное управление не бог весть, какая графика поначалу настораживает, игра предлагает уйму гоночных режимов, мультиплеер и опасных соперников. Особое достоинство — поддержка собственного саундтрека. Вот так сел за руль, врубил музыку, разогнался, и, как взял, да и выиграл. Главное, всю трассу из колонок будет орать. Дави на газ, давай, мой мальчик, дави. Пусть она. Доставайте свой верный кольт, дерябните виски для храбрости и вперед на дикий запах. Вышла Call of War из пузы крови. В продолжении игры 2007 года нам вновь предстоит на время стать братьями Маккол. Лишившись денег и крова, герои пускаются в странстве, попутно убивая всех, кто попадается на пути. Зачем? А чтоб не лезут. Но вестер не был бы вестерном, если бы не красотки, индейцы, злодеи и клад. О, чёрт, но почему я раскрыл вам весь этот игры? Не знаю. В общем, это не главное. Главное, что можно вдоль пострелять в сильные мультиплееры, полюбоваться красотками Дикого Запада и доступно всё это безобразие на консолях и PC. Спорим, я выстрелю в него первым? Я спорю. Если тема Дикого Запада не вкатывает, но пострелять уж очень хочется, можете смело отправляться в недалёкое будущее истреблять себе подобных. Но помните, в начале игры вы нубы-желтороты. Вот как он. Нуб. Познакомься. Это все. Все? Это нуб. Только упорные тренировки сделают из вас настоящих солдат. А ну-ка, кончайте киснуть. И в бой. А с запада двигалась ударная группа Альпы. Эти ребята знали, на что идут. За ворушкой предстояло горячее. Противники выставили целое танковое подразделение и звено истребителей. Однако наши десантники обошли врага с фланга и захватили зенитки. К ним тут же рванули неприятельские БТРы, но минное поле возле холма их задержало. На войне, как на войне, с одним только отличием — это вам не война, это Мэг. Мэг — это онлайновая игра с волшебным номером 256. Именно столько игроков может одновременно участвовать в сражениях на одной карте. Когда вы начинаете играть, то сначала выбираете одну из трех фракций. После этого вы становитесь бойцом отделения, которое состоит из восьми игроков. Вы можете стать и командиром отряда, и простым солдатом. Командовать отрядом всегда тяжело. Проще выполнить четко поставленную задачу, даже если она окажется смертельно трудной. Все события в Мэг происходят в не столь отдаленном будущем. Когда правительством уже не хватает армии, на помощь приходят частные военные компании. Они должны значительно облегчить задачу. По ходу игры вы зарабатываете очки поинта и открываете новое оружие. Снайперские винтовки, тяжелые пушки — новые варианты усовершенствования вооружения. Под свой стиль игры. Опытный боец даст фору целому отряду желторотиков. Если только эти желторотики не едут на танки. В игре существует много транспорта. Есть бронетранспортеры, можно быть как водителем, так и стрелком. Также можно отреспаниться в вертолете, сесть за пулемета и прикрыть товарищей с воздуха. Или вызвать авиаудар, чтобы прикрыть своих. Только тут важно не промахнуться. Меткости, взаимовыручка — вот что главное для настоящего бойца. Когда враги обступили со всех сторон, ветеран вызывает огонь на себя. «Сражайся достойно, умри героем!» — это девиз воина, который оказался на поле боя в МЭК, самым массовом онлайновом шутере современности. И не бойся посмотреть в глаза врагу. Бойся, что он сделает это первым. На сегодня всё. Смотрите на следующей неделе в Виртуалити. Как управлять армией на гигантском айфоне. В каком голливудском фильме может сыграть любой желающий. Почему запрещают шутеры и многое другое. С вами был Макс Васильев. Стэнбай! Субтитры создавал DimaTorzok